Два слова. Ничего сказать. Вот сидел две девки. Подошел к констанции. Я уже говорил о том, что лишний свидетель – это очень плохо. Лучше отмечайте мозг и дождитесь того, что ехать в констанцию как-нибудь вдвоем. И, соответственно, фронт. Я уже жду, когда наконец-то сгинет. Ушел? Ждем и нет. Сниму, сниму. Да, если что, потом нарежем. Э, может, еще зря жду, прикинь. Подойду, привет, я, мама, как пошел. Друзья. Так что смотрели друг на друга сразу. Привет. Другой офигенно выглядите, кстати. Сам в шоке просто. Не, а я мимо иду. А вы, кстати, сестры, да? Нет. Очень похожи. Я мимо иду, просто смотрю, ноги, король. Но я теперь как есть. Хорошо. И я просто, знаешь, так говорю… Классно выглядеть, правда. Слушай, у меня это очень важное дело к себе. Ну, во-первых, так сказать. Я сейчас иду, вы еще появитесь спокойно. Меня Вова зовут. Алина. Алина. Каролин. Офигеть. Почти как меня. А тебя? Вика. Викочка. Ну, сам Бог говорил. Вику Вову. Слушай, а я тебя буквально на две секундочки вот сейчас в коридорчик. Пару хороших слов скажу и верну. Это важно. Хорошо. Да решайся что ты. Пойдем. Офигеть. За руку могу тебе даже бить. Я поняла. Что такое? А, ты спалила. Ладно, смотри, мы лицо все равно закроем. Давай. Помашем чуваку. Ну, блин, хотели снять, как с девушками знакомиться. Ааа. Да. А ты спалила. Черт возьми. Не, ну. Ты сидя, чувак. А. Да. Ну, а потом в паре вылится такое. С вещами не очень бить. А, ты смогла пойти, да? Если... Вот сейчас пару вопросов снимать. Ты снимаешь, чувак, да. Ты снимаешь, я снимаю, да? Ты могу пойти, если камеру было не спалил. Ну нет, ну я бы вышла, интрига, интрига. Ну конечно, ты мне дала телефон, потому что ты же не такая. Ну нет, может и дала бы, но... Слушай, ноги реально офигенные, честно. Сейчас, я хотя бы попрощаюсь, можно? Нет, надо встать. Ты лицо снимаешь? Я потом закрою, главное. Я на коленях. Давай, короче, тебе тоже, кстати. Слушай, Жанни, получилась такая девка. Всё, ладно, спасибо. Спасибо за это. Удачи. Блин, зря прервали, вырубаясь. Вырубаясь. Короче, что произошло, ребят? Девушка спалила камеру. Вот. Каким-то чудом просто. Вот, я там вступил, я выключил диктофон на какое-то время, но... В общем, суть не в этом. А сейчас издалека зашкерились, ну, очень далеко. И попробую снять, ну, я попробую взять телефон. Хотя, как бы, ну, в такой ситуации же навряд ли мне его дадут, но я попробую. Ну, дай. Давай, короче, я погнал. Давай, короче. Чудо. Давай, короче. Давай, короче. еще две секунды а че случилось сейчас нет просто действительно понравилось то есть какие такое бывает ну мы уже не 31 скоро просто через неделю я уже это ну старый но у меня все работает если еще не знаю я сейчас две секунды сейчас чуть-чуть случилось то смотри сейчас сразу что все понимали никто уже никого не снимает я отправил своего этого товарища сейчас подошел уже как это в частном порядке не работает это называется выкинуть свою шнурку да нет он новый оригинальный подожди что не скажешь про мой айфон заряжает тихо 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 ну не смотри там мои личные напоминания просто щас я их позже поставлю так че должно быть зарядка не идет не я тебе говорю в общем это все говно ты его где покупала в опале оригинальный китайский шнур оригинальный оригинальный китайский шнур у меня знаешь с этими шнурами проблема такая что ну короче я севтачку покупаю допустим шнуры то есть он буквально через там не знаю блять неделю он перестает работать викачка сколько тебе годиков скажи мне не с ноги ну ты мне действительно понравилась сейчас я без прикольного для меня принципиальный вопрос через две недели будет 27 офигеть сам бог верил нам с тобой пожениться смотри а я вот он отреагировал ну потому что знает что нормальный чувак на этот раз подошел давай мы с тобой это я верю что ты хорошая а где микрофон а сейчас я все выключил можешь обыскать меня может быть приятно смотри я бы сейчас это предложил бы тебе какие-то ногти по фэншую да давай как-нибудь ты мне тоже показать ты мне позже покажешь да ну там когда увидимся давай словимся как-нибудь что-то такая вроде нормальная у меня больше всего приколол факт ты сказал слово на колени то есть ты рулишь мужиками обычно да ты им говоришь что делать если мужик позволяет им рулить то чуть еще остается нет но в случае со мной я тебе тапком напарю то есть не получится так тапок только должен быть очень мягким ну конечно ну будет да такой с рюшечками со стразиками смехом смехом да Викочка давай словимся чай попьем давай только вот не знаю ну может там четверг-пятница суббота у тебя ресницы такие просто какие-то космические тюнинг 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 сисечки свои я просто спросил у нас уж ресницы что нам здесь еще делать да да ладно хорош нет я никто никому ничем не обязан глаза то хоть свои или тоже линзы черт возьми ну где женщина у которых что-то свое нет у меня тоже кроме штани свое просто вы так не скажете сразу что да давайте у меня хоботулька пришита от другого человека моя была маленькая я отрезанную собака могла Викочка давай слушай тебе когда удобно звонить? когда угодно как когда угодно а ты не работаешь не учишься то есть ты такая нет я поезд я красивая я поезд не ну подожди ну ты хоть чем-то увлекаешься поездка маршета я увлекаюсь а ты умеешь заботиться о мужчинах? слушай ну ну потому что мне нужна девушка которая будет ну там ну там я хочу быть твоей девушкой вообще нет ну я как девочка сейчас маленькая да гипотетически предполагаю что если вот мы увидимся возможно мы может быть это на что-то перенастет а ты только секс предлагаешь что ли? я уже с этим предлагаю ну или я там я не я хочу пообщаться умею умеюсь нормально все давай тогда вообще прям вот давай что там восемь смотри давай так я тебе через пару дней там ну потому что времени не буду а сейчас тебе дозвон сделаю я тебе позвоню и собственно это ну полечится увидимся нет там не знаю в другой раз увидимся а тебе зовут кто? ну как так а то есть все что за скверосты? все Викочка тебе очень приятно только такая теплая вообще даже горячая офигеть все ладно я понимаю что сейчас я уйду и ты ты скажи так не вздумай даже даже не ну я знаю как будет то есть сейчас будет глумление надо мной ну ладно не будет глумления не переживай и другой счет и счет как брежнев в три раза все давайте девчонки слушай ну мне было бы на самом деле приятно звонить не ты мне звонил? нет давайте пока аля 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 а сейчас мы будем звонить девушке которая ну которая с которой с которой я познакомился в офимоле хочу провести свиданку ребят вы так долго просили думаю надо попробовать заморочиться почему нет хотя технически это сложно снять без подстав но я думаю что все получится вот несмотря на то что она спалила камеру вот хотя это действительно сложно ну попробуй ей позвонить вот сейчас мы ее наберем так я ее записал вот так вот Вика свиданка включаем громкую связь аля аля викачка привет это вова удобно офигеть то есть ты сидишь на стуле и тебе удобно или в кресле слушай ну как ты после вчерашнего нормально пожелаешь ну не знаю может там это что то не то выпилили не то съели слушай но у меня такое предложение есть я хочу тебя увидеть завтра вечером часиков 8 как тебе где ну давай в центре на манежке встретимся а там решим где посидеть на манежке я не могу а где удобно там где есть парковка где там где есть парковка слушай на манежке парковки нет что ли нет ну не знаю парковка есть везде давай я тебе покажу где запарковаться в ЦУМе на парковке вот там можно в ЦУМе на парковке запарковаться на подземной я там не умею ну я тебе покажу как я тебя встречу там и так далее главное подъезжай туда просто там удобнее всего хорошо давай смотри так Викочка то есть завтра в 8 тогда мы с тобой встречаемся на манежке я тебе еще часиков там в 5 позвоню чтобы уточнить время и как бы слоимся ну все давай тогда до завтра давай целую в нос пока пока алё 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 да ну че ты где ну а спуск а второй это где это ну где фонтан да ты имеешь ввиду ну давай подходи к фонтану короче давай все я тут сейчас спущусь ну сейчас сейчас будет фонтан то есть ну спроси где фонтан где центр да это здесь как раз все давай 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 ну короче чувак все не вырубай я пошел микрофон включен вон 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 сейчас я КОНЕЦ 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 Ладно, я занята Офигеть Давай я позвоню тебе по почте А это самое, я жду ты там в паранжелье в каком скафандре Но я-ж не в платье, а в юбке Ты офигенно выглядишь кстати сегодня Викочка Привет, привет Не, подожди, я буду целоваться. А ты куришь, что ли? Фу, как отвратительно, привет. Смотри, я там, короче, забил диванчик. Посидим там где-нибудь. У меня все подзирать. Какая-то невероятная сумка страйсинная. Нет, офигенно выглядят такие штуки здесь. Ходят меня обсуждать. Штуки-дрюки. Вот это будем ставить? Да, давай, ладно. Я буду просматривать, да? Ну, сумка, кстати, подходит под это самое, под твои штуки-дрюки. У меня все подходит, когда все. Как ты приехала, Викочка, после такого? А, из любопытства. Из любопытства, я спрашиваю. Как ты приехала после такого? Из любопытства, я спрашиваю. А, то есть сейчас мы, вот мы разберемся сейчас насчет и первого, и второго. Да, здрасте. А мы вон туда. А это для нас. Залазь. То есть, Викочке настолько скучно. Да, Викочке, ну, это безделье. Что? Ну, это безделье. Давай мы сюда положим твою, это самое, твое все, твое хозяйство. Ты меня хочешь подвинуть, да? Конечно. Ну, а как ты себе представляешь вообще? Спасибо. Слушай, офигеть, вот эта юбка, блин, я вообще все вижу, короче. Что это есть? На поле больше черного. Ничего улегарного. Ну да, ни пирожок не видно. Например, скажи, откуда у тебя эти пикаперские замашки? Такие пикаперские замашки, о чем ты? В смысле? Обо всем, что я пока о тебе знаю. Сейчас мы чай закажем, давай, и это самое, и все расскажу. Это что такое? Это для меня у них? Что ты там будешь? Возьми себе. А, мы же в таком же сидели вчера. Нет, мы вчера сидели вон там. Это самое кафе. Даже не знаю такого. Спри, что там, давай выясним сразу по поводу пикапа, просто это самое. Я как-то сочувствую неловкость. Я тебя тоже чувствую, что у меня каждую секунду наемку будет. Наемку будет? Потому что девочки, которые ругаются матом, это вообще не иной. Угурю, ругаюсь матом. Бездиничек. Я тебя отучу, кстати. Ты же умеешь там, не знаю. Делать какие-то приятные штуки мужикам. Хочется, что в полезных тебе есть? Не знаю. Не, подожди. 26 лет, уже пора образумиться. Сколько тебе лет с этого? Нет, почти 31. У тебя же не 31. Что мне? У тебя не 31. Ну, мне сейчас 30, мне вот 31 января будет 31. 31 января? Ой, бля, 19-го чай гонит. 19 января? 31 у меня обратно для рождения. 19 января? Да, в понедельник у меня будет днюх. У тебя есть все шансы туда попасть. Хотя, наверное, еще рано пока. Слушай, что тебя про пикап? Что за пикап? Что тебя интересует? Это не пикап, на самом деле. Что за человек с тобой был? Ему явно 20 с небольшим. Ну, человек помогал мне тебя снимать. Офигеть. Я вспомнил. А что это звонки? Смотри, Викочка, снимали видео там. Ну, я как бы не пикапом занимаюсь, то есть, ну, там, ну, там, ну, там, более серьезные вещи у нас. Просто мы иногда, как бы, снимаем такого плана видео, то есть, ну, для развлечения, для собственного. Подходим к девушкам и... То есть, это твой друг был? Ну, мой помощник, да, скажем так. И... Да, на самом деле, у меня застало в Росток, потому что я сижу с этим телефоном, на 5% примительно садится батарея, потому что он перебрелся почему-то. И, ну, и пипец, я не знаю, как я домой езжу, я по навигатору постоянно езжу. Вот, ты тут приходишь тоже, ну, короче, как бы все это. Ну, о чем ездишь? Ну-ка, расскажи мне. Что тебе папа купил? Папа? Ну, что там? Муж. Да, здрасте, нам чай с чабрецом черный. И какой-то кофе еще, да? Ладно. Большой маленький? Мне не спрашивали в прошлый раз. Ну, не знаю, вот такое. Чайник с чабрецом большая, маленькая чайник? Ну, насколько большой и насколько маленький. 0,5. 0,5. Латвич, без чайника, без самолета. Вы с тобой переживаете? Нет. У него без убирательства? Да. Вот. А что, ну-ка, ну ты, не, у меня выводы такие были. Раз ты бездельница, раз у тебя все не свое, а там накладные губы, накладные, там ноги, руки. У меня дало, что образование руководитель своего маркетинга на выходе бизнес. Да, ну все. Да, я, честно говоря, подумал, что ты такая. Я поменял комфорта, я поменяла все, переехала в свой лес, ушла от моего человека, уволилась с работы, покерила бизнес. А как что, покерила? Ну, просто раздарила все оставьтесь. Не знаю, это очень неумно. А мне, ну, мне хотелось, ну-ка, ну-ка, выход в зону комфорта. Да, значит, что такое. Мне поменять нужно все. Я поменяла все. Ну, бизнес, отказ от него, это стрёмно. Да, 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 я хотел ничего не делать, кормить. Я путешествовала, все прекрасно. Потом, в этом октябре я начала искать работу. Я работала, и все. Не, смотри, вот мое первое впечатление вчера тебе было такое, что ты такая гламурная курица такая, знаешь, такая, которая вообще там, ну, не особо там, огорена интеллектом, Лизавито. Ну, это отличный образ. Вот, и плюс, которая там, не знаю, живет там за счет родителей или за счет мужика. Ну, ты у меня вот такое сложил. Я не знаю, почему. То есть, как бы, ты вроде разговаривал нормально, ничего там не тупило, но вот, я так оказалась. Ну, образ хороший. Значит, не так все, да? А что за тачка у тебя, расскажи? Синяя. Чтобы я почувствовала себя вообще, не очень хорошо. Я хотела покупать хорошую машину, вот перед тем, как увольняться. Решила, что лучше просать эти деньги. Что у тебя за тачка? Надо отдыхать периодически, да, путешествовать. Ну, поэтому я подумала, что... Я, знаешь, мечтаю, чтобы я хотя бы вот в эту зиму, второй половине, о, нет, вот не получится уже, блядер, да, год же начался. Короче, чтобы я месяца два-три вот зимой где-нибудь в Азии тусовался и, как бы, а чтобы деньги капали, да. У меня много друзья даже на сегодня. Ну, потому что сейчас пока, как бы, у меня работа такая, что, как бы, ну, если я есть, она есть, если у меня нет, ее нет, то есть, поэтому... Что ты занимаешься? Ну, я тренинги веду для людей. Тренинги? Да. Какого, паразит? Ну, какого? Конечно, пикап, если я беру. Не, но... Ну, для мужчин, ну, личностный рост там и все такое. Ты? Да. Если я не писюлек в пиджаке, там, не знаю, не в костюме, то это не значит, что я не могу вести тренинг. Нет. У многих, знаешь, это ассоциация такая, что ты должен быть такой вот, если, там, строго одетый мудак такой. А ты позавчера приехал, и ему показывал, типа, что надо делать, или это... ну, что это было? А ты спалила что? Камеру. Ну, вообще, камеру. Я не ему показывал, я для себя снимал. Короче, я... Почему я спалила, потому что, в принципе, я бы спалила раньше. Просто у меня реально... Ты говори, говори, я просто. В смысле, были заняты телефоном, но... У меня реально застал в раскол. Вот. И потом, когда я уже встала, то есть, я переключилась с телефона на тебя, я такая, думаю, так, подвод-то есть, надо его, как бы, сейчас пропалить, в чем не заключается. И все, собственно, сразу увидел. А что ты решил мне телефон дать? Ну, если я тебя снимал на камеру. Почему? Ну, так скажи, что понравилось. Смотри, есть это... Хоть кто-то мне скажет, когда-нибудь там? Не знаю. Пайетки. Я знаю, как это называется. Да. Пайетки. А вот это тоже пайетки? Нет, это неувязка. Че это? Ну, это нитки. Да. С люрексом. Вот, значит, Викочка пришла. Викочки у нас сколько лет? Я забыл, простите. Через две недели почти. 27. А, да, ты не взял 6. А что мне все? Я говорю, 27. Ты тоже козерог, что ли? Нет, я в Далии. Ненавижу, в Далии. И я не верю в знаки с Диа. Да? Да, привет. А ты вообще, ну, как бы, москвичка моя москвичка или не москвичка? Под москвичка. Под москаль. Под москаль? Не, я из Самары. Я три года только в Москве жил. Я три года жила в Москве, последняя. Так или иначе, ну, большинство людей в Москве, они какие-то колхозники, они приезжают откуда-то там. Ну, большинство, да. Ну, подожди, а глаза-то свои хотя бы? Линз даже вычислил. Ну, мы сегодня уже не заметны. А че, а ты видишь плохо или что? Ну, то есть, откорректирующие, не говоря, декоративно. А че не очки? В очках ты была вообще секс. Не мое. Короче, прикол такой, что девки в очках, они очень сексуальны. То есть, когда мужик видит там девушку в очках, то есть у него такое, знаешь, какое-то бессознательное желание отомстить за двойки, наказать ее там, взять за волосы там. Ну, а что ты зашла? Я такую цель преследую. Какую? Нет, я, по-моему, жеком бываю. Ты вызываешь такие желания? Ну, мало ли, нет. Я же выгляжу так, чтобы, ну, твою цель преследовать, правильно? Я тебя за ручку возьму просто. Как можно не брать тебя за ручку? Не знаю. Ну, это ж классно. Представляешь? Какие могут быть последствия. Ты во вторник только пришел, а тут ты сидишь. Смотри, и че? А ты сейчас, получается, как вообще живешь? Одна, не одна там? Я не напрашиваюсь в гости пока. Я живу с сестрой, с ее мужем, с двумя племянниками. А как у тебя там, а, мужчины приглашают к себе? Все, ты знаешь, как женщина? Ну, я про личную жизнь. А ты женщина, ты резьбиянка? Нет. Ну, не было никого человека. Поэтому ты и пришла. Не, подожди. А сейчас не опасно для меня? Ну, ты сидишь там, сейчас набросишь на меня, а затащишь на чего-то. Изнасилуешь. Может, ты тут говорила, чувака, который чай приносит, чтобы... Я тебе помешаю, тюнь. Да. Возбудитель какой-то. Я тут тоже не зря тусуюсь. Вот и мой возбудитель пришел. Нет, я прощаюсь. Мне девушка должна была подмешать там конского возбудителя. Вы подмешали? Нет еще? Да, тогда будет все в самый раз. Спасибо большое. Я понял, что секрет. Нужно, чтобы заварился. Слушай, ну он такой, ничего. А ты как воду, знаешь, люди херачат воду вот так вот, а ты так же. То есть ты хочешь в голова трогать у пакета. То есть у Викочки давно не было мужчины, да? Смотря что ты имеешь в виду. Я ушки только посмотрю. Хватит меня вообще. Нет, нет, я только начал, Вика. Ну, я трогаю. Во-первых, я не трогаю. Во-первых, мы с тобой уже знакомы. Ну что? Во-вторых, смотри, дельфин. Ну, очень хочется посмотреть. Офигеть, а у тебя еще тут две дырочки или это что? Дырочки, да. А ты была раньше что-то панком каким-то? Нет. А кем ты была? Просто дырявая. Блин, я не той страны. Дырявая. Блин. Короче, ты как-то это, сегодня неуклюжая дочь моя. Я, да. А я знаю, как сделать, нужно облизать. Я тоже об этом подумала, но что-то... А вот смотри, как ты страшно облизываешь. Викочка, а где же ноги такие берут люди, женщины? Наверное, с балета. А ты балетом занималась? Да, 8 лет. Да ладно. То есть ты можешь там всякие... Вот эти всякие тэн-тэн-тэн-тэн. Все, все свои регалии, могу что-то взять. Не, давай, что-то я рассказываю. Я тоже творческий, кстати, человек. Я в художке учился раньше. И у меня были персональные выставки. Я очень круто рисовал когда-то. Я тоже сейчас. А то мне все это надоело. Там же, знаешь, такие есть наборы по номерам на рисовании. То есть там что, типа поле... Там раскраска для взрослых. Ты, блин, Фреси, я-то думал... Знаешь, как круто получается, я всем показываю фотки. Как-то такие, ох, нихрена себе, такая вроде там, тусит, что-то делает. А нифига себе, талантище какое попадает. Я же никому не говорю, что это раскраска. Дожди, что там про балет? То есть ты прям вот умеешь, да? И получается, у тебя, наверное, пальцы на ногах такие, все какие-то вот такие. Как у мутанта. Я, знаешь, на сколько? 14 лет закончила. Ты сейчас умеешь что-нибудь? Что? Мне кажется, все просят, а покажи. А что же показать? Шпагат? Нет, но ты мне потом дома покажешь. Что? У меня, когда я тебя приглашаю. Ну, не сегодня. Все, тогда поехал. Нет, мне надо убраться в квартире. Если они не готов, давай их примерно, это, в воскресенье. Я уже не буду. Ну, посмотрим. Нет, мы посмотрим. То есть мы сейчас не опережаем события. Те еще никто не даст, в принципе. Не, а я не такой быстрый. То есть нужно сначала там конфетно-букетный период там. Я с подругой разобрала прям вот поэтапно все твои вот эти агрессивные методы. Какие агрессивные методы? Она говорит, ну да, да. В каком месте? Нет, 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 стой. Давай сначала. Какие агрессивные? Какие агрессивные? Подожди. Ну, например, спросить там в первые пять минут знакомства. А почему агрессивные? Если, допустим, я ищу себе... Подожди, сейчас, я сразу комментирую. То есть если я ищу себе жену, допустим. Офигеть. Вот. И для меня принципиально важный вопрос, сколько будет жене моя лет? Ну, первые пять минут знакомства... Ну, что, в шесть минут надо было спросить или что? Ну, ты вообще не надо спрашивать, что ли? Ну, ты же не старая, понимаешь? Ты была такая вот дама бальзамского возраста. А если я с нашим 20? Ну, я подумал еще, звонить тебе или нет. Подожди, второй, что за косяк был второй? То есть, мне уже повезло, да? Да, что за косяк? А, я рассматривал, что ты меня вот так вот все... Ну, и ты, собственно, продолжаешь этим заниматься? Я только начал, я тебе так скажу, Викочка. Вот. Я не знала, как мне... Дожди, еще в школу. Жили в школу, понимаешь? А ты не думал, что вот... Ну, нормально для мужчины считается как раз вот такое поведение? То есть, вот все, как они вот ведут, да? То есть, если бы я был обычным, я подошел и сказал... Ой, ребят, сидя, можно мне заниматься, мне неудобно, можно мне... Нет, я согласна, что только... Что, тебе такие парни больше нравятся? Нет, конечно, я согласна, что только благодаря этому, в принципе, сейчас здесь с собой сидим. Да? Да, но просто... Ну-ка, подожди, важный комплимент, то есть, что... То есть, потому что я себя вел... Это совершенно правильное поведение. Сейчас вот для зрителей, да? Она же снимает тысячи скрытых камер. Да, опять, да, в попе. Подожди, а он в попе. Сейчас, а то не слышно, я приподнимусь. Вот, смотри, то есть, получается такой прикол, что... Как бы то, что я себя вел именно вот так, значит, как бы ты поэтому повелаешь. Поголазить. Поголазить. Влюбилась. Будем называть вещи своими именами. М? Заинтересовалась. Заинтересовалась. А ты вот когда заинтересовываешься, что важнее мужчине, по-твоему? Там, не знаю, внешность, там, что он говорит, не знаю, как он, ну, то есть, вот, как он одет, не знаю, что для тебя важнее? Ну, жертвы кошки. Трех. Не знаю, ну, нет, да, конечно, но мне сложно это объяснить. У тебя нереально офигенно маленькие ручки, то есть, у девушки должны быть именно такие маленькие ручки, вот, и, то есть, вот, потому что у женщин сейчас реально очень много такого кисти крупные часто бывает. А мне нравится, вот, это реально вообще женственно выглядит. Если сейчас тебя заставить бросить курить, пить и ругаться матом, то все. Пить? Все шансы у тебя есть. Я слышно, я не знаю. Смотри, так вот, и что там, на что обратила внимание? Глаза. Ну, правда, если нет контакта какого-то вот. А что было с глазами? Ну, глаза либо мои, либо не мои. Так вот, мои глаза, потому что они на мне. Либо они мне подходят, либо нет. А как они, ты там микрометром померила, что-то? Ну, я тебе говорю, мне это сложно объяснить. Я, может быть, когда-нибудь потом тебе это расскажу. А у тебя свои какого цвета? Посмотри на меня. Сер, зеленый, голубой. Сера, зеленый, голубой, желто-коричневый, оранжевый, черный. Не лиза снять сейчас? Нет, сейчас не надо, не гигиенично, как ли. Светлый. Ну, светлее. Мне кажется, надо просто, чтобы в следующий раз, когда мы с тобой увидимся, чтобы ты пришла, вот какая ты есть, без волос, без ногтей, без нарощенных своих волос, без... Девушке виднее, что ей нужно делать. Нет, я тогда посмотрел бы и понял, на самом деле ты такая хорошая. Ну, то есть, ты знаешь, оцениваешь... Вот и знаешь, какая фигня, что... Ты образуешь такой бланк? Да, я, кстати, это... Там так, волосы, губы, ногти, там, локти, коленки, да? Там очень много пунктов, там реально заколебешься. Да? Серьезно? Сейчас я себе поставлю, видишь, мои родители, это в Вьетнаме, я их очень люблю. И, между прочим, я уже три раза, три раз, свозил их за последние два года отдыхать. Классно, это просто можно отдыхать. Ты знаешь, какой прикол, что... Че, совсем странно звучит. Прикол, что... А может, где-то еще отвезет? Ну, да, была эта история. Че за марно? Ты же не бабушка старая, богатая. Фу, блядь, педики сраные, с кем ты общалась вообще до этого. Смотри, а... Просто я сейчас думаю, как мне сейчас их возить, когда этот грошенный доллар стал стоить как минимум в два раза дороже. Вот это прикол. Потому что, ну, если мне надо было, допустим, там, 200 пусков, там, ну, троих, а сейчас сколько надо будет, да, 400 пусков, полмиллиона или что? Не, на самом деле, да, даже рубль, вот по отношению к там крупе, к бадам, бадам, у меня просто сейчас часть семьи ездили в Индию, часть в Тай, тоже, ну, в два раза все. А где ты была вообще? Куда? Ну, вот из-за границы где-то была. За всю жизнь? Да. Или ты вообще где-то к ним была? Ну, нет. Я не много где был. Я был в Таиланде несколько раз, четыре раза. Ну, ездил буквально на день на два, чтобы посмотреть вот эти там долганные храмы. Хотя они реально прикольные. То есть, слушай, я вот никогда... Ну, дай мне ручку вот так вот. Стой, вообще, викачка. Ну, так не смейся. Нет, стой, расслабься. Никто не даст тебе меня изнасиловать, потому что я буду кричать здесь люди, я спокойно. Ты не рассчитываешь. Офигеть. Смотри, что я хотел сказать. Вот я никогда не думал, что меня впечатлит такая хрень. Мне больше Европы нравятся. А я там не был, прикинь. Я там не был, я колхозник. Я за последний год только выехала. Я в Германию, но в командировку ездила. То есть, там, четыре дня. И в Италию. Но в Италии нормально как-то ездил. А я вообще, знаешь, ну, так как бы из бедной семьи, да, и из очень причем. Поэтому, можно сказать, что я, ну, как бы, живу-то более-менее хорошо относительно. Вот последние, там, не знаю, там, два-три года. Я думаю, еще все будет, потому что, ну, цель и громадье. А вот еще, Викочка, я тебе так скажу. То есть, вот у меня почему-то в тот момент то же самое возникло. Ты меня так смотришь, подождите. Изучаю. Вот, и сейчас, то есть, есть такая хрень, если говоря языком психологов, она называется переизбыток нежности. То есть, когда тебе, ну, говоря по-русски, хочется кого-то полапать. Не в смысле полапать, как там за сисечки, там, о, сисечки, кстати. Офигеть. Да, я не буду, че. Мы должны отдать, я не давидел. Если бы я не сказал, да? Вот, смотри, не то, что полапать за сисечки, там, а именно, вот, не хватает такого, че, знаешь, там, обнимашки какие-то, там, поглаживания. То есть, поэтому, если я сейчас что-то такое делаю, это ни в коем случае не значит, что ты доступная женщина, там. То есть, относись к этим тараканам. Ты же не такая. Хотя видно, что ты не курица. Вчера подумал, что такая гламурная, но не курица при этом. Такая жесткая, гламурная сучка. А сегодня, я смотрю, ты такая обычная девка, кстати. Девка. Нормальная. Да, девушка, тё. Тёк, тёк. Слушай, а че бы ты сделала, если бы стала, допустим, парнем на один день? Ты просыпаешься, а ты реально такой классный чувак, вообще-то такой, офигительный. Сексом бы занялась. Да ладно. Ну, интересно, девушка? Ну, конечно. А если бы тебе кто-то не дал, там, я, например, был бы девушкой, я бы тебе не дал. Ну, нашла бы, кто дал бы. Банжиху на банжиху? Не, ну, если нормальный парень, почему? Пошла бы в клуб с молоком. А ты даже просто приходишь, кучу, такой, так, я тебя снимаю, пойдём. Ну, ты слушаешь, я как девушка, я знаю... А ну, научи меня, кстати. Нет, пожалуйста. Открой секрет. Пожалуйста. Не, давай, вот смотри, допустим, не, сейчас очень важно. Дай мне, я хочу научиться. Понимаешь, у меня в клубе вообще не идёт. Я вот на улице могу знакомиться, да, там, не знаю, в торговом центре, а в клубе, я, конечно, туда хожу, да, но мне хоть что-то это. Я не люблю, когда люди не настоящие. А там все такие охуенные, знаешь, такие все. Не знаю, я вообще не люблю атмосферу клубов, потому что там, мне кажется, все не настоящие. Ну, ну, само собой. Если взять какую-нибудь пропаганду, где бухают гопники, то там, может быть, все настоящие, все блюют прям по-настоящему, вот так вот. Встроились, выстроились в ряд на коленях. Даже заходить не надо, просто. Последний раз я пришёл, я просто смотрю перед клубом, кто пнизится, кто блюёт, кто там, кто ещё что-то, кто чуть не трахается, короче. Слушай, ну, как в клубах? Ну, учи меня. Ну, а как ты знакомишься? Я подхожу, короче, типа, там, привет, а-а-а, там, ну, я сразу не тороплюсь знакомить. То есть я там знакомлюсь, типа, привет, там, что-то, пару слов перекинулся, там, офигеть какой-то там, не знаю, какие у тебя там нарядные сисечки, то есть там, раз-раз, и ушёл. Ну, то есть ты смотришь, как бы, ну, человек как на тебя, адекватно реагирует или нет. Потом второй раз уже подходишь, дольше общаешься. Как-то так вот я знакомлюсь с клубом. Надо угощать. Бля, вот начинается. Слушай. Не, серьёзно? А почему тебе меня не угостить, допустим, в клубе? Ой, ты знаешь, я угощала. Нет, смотри, ты хочешь, вот твоё мнение сугубо твоё, да, что? Да, сколько я денег на психологах просрала, чтобы мне объяснили, что это так делать нельзя. Твои психологи били с женщинами, да? А, нет, это было целой, там, ну, Они все позадочены обществом, короче, да. Ну, семейное, короче, там, кто съест. Смотри, это ж всё пиздёшь, будешь приходить ко мне бесплатно. У меня сейчас всё нормально. Будешь бесплатно приходить. Вот. Так делать можно и нужно, на самом деле, ну, если ты это сделаешь, но явно чувак хуеет. Если он, конечно, ну, знаешь, если ты влашаешь, то это вообще, ну. Если, тем более, ты ему нравишься, ты ему ещё больше будешь в тысячу раз нравиться, вот в моменте после этого. Смотри, допустим, а ты считаешь, что? Мужчина, в моём понимании, человек, который даёт. Да, да, да. А если ему женщина обрубает вот это его, его вот этот посыл. Нет, она должна уметь принимать женщину, да? Что, это я его кастрировала просто, эти фразы, понимаешь? А если он сомневается, значит, это не мужик вообще. Блядь. Можно, где я пистолет у тебя буду, блядь, я застрелюсь? Дома. Короче. Понимаешь, нормальный чувак, он, как бы, позволяет себе принимать что-то от женщины. Это неправильно, это вот эта общественная хуйня, да, что мужчина только даёт. То есть, есть разные типы. Я тебе не про ресурсы, я тебе не про деньги, а, например, что, то есть, чувак, как бы, ну, его научил общество, что он должен только отдавать, не знаю, всего себя и так далее. А вот эта вот тёлка там какая-то абстрактная, она должна просто соглашаться на него, позволять ему себя любить. Я считаю, что женщина, у меня лично будет такая женщина, может быть, это будешь ты, которая, знаешь, мне нужна такая женщина, которой, ну, не стрёмно просто взять и меня напоить чаем. Я могу с этим чаем хоть вагон ей купить этот чай. Для меня сам принцип, если женщина готова в меня хоть какую-то хуйню вложить, делай-то не в чай, а вот, вот, что я готова тебе... Я в мальчик. Это уже, понимаешь, что при дальнейшем там общении какой-то... А если я охуенный чувак? Да, господи, Мауш, что ли охуенный чувак? И почему я должен заморачиваться, сидёшь, хочешь меня угостить? Я скажу, да, ну, приятно, слушай. Но я, во всяком случае, на тебя уже буду смотреть в 300 раз лучше, чем на всех этих стальных паршмондов, которые только думают, как бы ты сейчас их напоил, там, не знаю, свозил, куда-то отдохнул. Не знаю, я эту фразу, может, тебя угостить, использовал просто как лучший человек и всегда срабатывал. Потому что они долбоёбы, потому что все эти парни долбоёбы. Передаем лично от меня привет. Смотри, как в клубе, расскажи мне, как в клубе. То есть ты приходишь, я прихожу, вернее. Я, дощи-ка, я серьёзный. Смотри, я тебе пока, ты рассказываешь, буду делать какую-то приятную штуку. Потому что у нас, на самом деле, почему я вот так вот тороплюсь, да, у нас, на самом деле, ещё мало времени. То есть, ну, максимум, где-то там, ну, полдесятого мне надо будет сваливать. У меня реально, там, жена, дети, внуки, беременный кот там и так далее. У меня беременная кошка, мне нужен косянок, пожалуйста. Мне нужен только не здесь, а маме, это самое, туда. Я отвезёшь. Я тебе говорю, они же не приспособлены к жизни. Смотри, мы говорили про клуб, то есть, допустим, да, я тебе вот буду делать штучку приятную, ты можешь расслабиться вообще и, ну, как бы, не обращать внимания. Не могу не обращать внимания. Я тебе потом, кстати, дома, ну, когда я тебя, может быть, к тебе привезу, вот, после твоих долгих ухажений. Я, короче, ну, положу тебя на живот, да, то есть, я тебя раздену, ну, там, до трусиков, как бы, дальше я не буду, вот, и буду тебе, короче, делать массаж всего тела, вот, и буду, знаешь, так, покусывать каждую косточку на позвоночнике, так вот, легко, то есть, от копчика до затылка, вот, знаешь, как прикольно? Ну, мне кажется, как, да, я тебе потом покажу. Сейчас, две секунды, мы продолжим, сейчас. Стой, опять, не, 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 расслабься. Сейчас. Я просто, ну, как бы, вот, чтобы ты представлял, вот, да, сейчас. Стой. Мне кажется... У меня мурашки. Ну, вот, я тебе просто порекламирую свой массаж, то есть, какой будет массаж. Ну, ладно, я потом тебе сейчас скажу. Это массаж. Губами тоже, ну, о себе, вот, че-то расскажу. А ты обучался? Чему? Массажил. Ну, я так, скажем, где че почитал, где че. Ну, то есть, любитель. Подожди, мы говорили про клуб. Ну, это важно. Про клуб или про любителя? Про любителя. Ты знаешь, вот, значит, любителей, то есть, вот, я, как бы, у меня такая теория. Есть чувак массажист, да, и ты для него обычное мясо, которое приходит, он хуяк. Давай, ты на вопрос отвечу, потом я тебе еще и вижу. Хуяк следующий, там, следующий. Нет, хуже. Хуже? Видишь, мой лучший муж был. Зофия? Нет. Ну, не важно. Да это трупофилом? Жир на тетка Фива. Да ладно, бля, а фу. Когда я это узнала, я тебя приняла. Ну, просто нравится, у него, типа, такое тело, ему нравится его демонстрировать, видимо. Когда я это выяснила, его аргумент был в защиту. Ну, я уже с вещами, все, уже от него шуку. Я это делаю для нас. Для нас? Вот это жесть. Да, и я добро, что я, а, все. Офигеть, пузо. Нет, стой, я сейчас, я сейчас, это, я не буду смотреть. Да не втягивай его. Нет, просто мне кое-что нужно увидеть. Все, пирсинг? Смотри, я сейчас посмотрю и верну. Тихо, но я все равно уверен, какая разница. Не сегодня так завтра, пузо твое. Нет, у меня нормально пузо. Просто завтра. Нормально пузо, ну показывай пузо. Ну ладно, ты мне потом покажешь. Людям пузо. Нет, пузо, у меня животик. У меня есть пузо. Даже не животик, а кратко уже назвать. Вот, давай, рассказывай мне, Викочка. Про клубку? Да, про клубку. Что там, то есть, вот что я должен делать, чтобы тетка у меня появилась? Я просто, в принципе, приезжаю в клуб не для того, чтобы познакомиться. Это понятно, ты не такая, ты... Не, не, я тебе говорю, вообще, вот давай так, научи меня знакомиться в клубе с детками. Ну, я могу сказать, на кого, допустим, обращаю внимание я. Да. Вот, под утро, там, да, уже? Когда уже все распределяются на пары, там, что-то все. Как это, знаешь, под утро в клуб приходят санитары-дискотек. Это у меня друг так говорит, когда, видишь, всех нормальных телок уже разобрали, а там осталось, ну что-то непонятно, и вот они санитары-дискотек. Ну, и что ты, на что ты обращаешь внимание? Ну, опять, ну как, блин, вообще-то даже не знаю, как классифицировать. Вообще, вот это надо делать, чтобы у тебя глазки были закрыты, чтобы ты такая, вот, музыка, че офигенный, шум воды. Ну, давай пока вот, самое... Не, давай пять минут, и я потом напомню про кого-то. Давай, закрывай, давай. Давай. Офигеть. Хозяй сменяет? Нет, сиг... Ну, вот раз сигалета. Ну, все, малыш, давай, расслабься. Да, мы как-то возбуждены. Хочу бы, конечно, чтобы вон какой-то был, да? У меня еще сейчас новый год. Где? У меня еще... В голове? У меня не было новый год. Знаешь, у меня, ну, так сказать, никогда не было нового года такого, знаешь, там, какой-то трэш, там, пятьсот человек, ну, в молодости было, там, да, или день рождения. У меня все как-то скромно всегда проходило. И, че-то вот, в этот раз, походу, дело все так же будет. Я за 10 лет не отмечаю денежные. Такие пальчики у тебя прикольные. Особенно мизинец. Не отличается? Ну, не, мизинец от других отличается. Надо расслабиться, а Викочка не расслаблена. Я понимаю, что, просто, сейчас очень много, вернее, ну, там, мало времени, я куда-то там тороплюсь, там, ты, че-то тут пришла про кота свою рассказываешь. Вот. Но, в следующий раз, я обязательно, я думаю, Викочка расслабится. В общем, ты сейчас закрыл глаза и подумал о чем-нибудь хорошем. Вот, буквально пять минут еще. Ты сможешь себе это разрешить? Трое, что есть. Трое, что это сегодня. Так. Да. Это, наверное, contact, Продолжение следует... 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 Я была увольна, что встреча продлится минут 15, и я уверена. Сука, мы уже 40 минут сидим. Что за подстава? Я до сих пор не поняла, в чём подвох, понимаешь? Нет, подожди, а почему ты была уверена, что встреча продлится 15 минут? Ну, потому что я думала, что я пару вопросов задам и выскажу тебе, и всё, и уеду. А что ты мне хотела высказать? Не знаю, я думала, что симпровизирую, что-то появится. Нет, а что, ты была озлоблена на меня? Нет, не озлоблена, но я, блин, люди очень не любят, когда из них делают дураков. Они делают из тебя дурака, Викочка, кстати. А у меня стойкое ощущение. Ну, было, по крайней мере. Сейчас оно прошло? Ну, не прошло, но я не могу это объяснить. Просто не знакомится так. А почему ты здесь, ну, блин, ну, хорошо, но почему ты решила, что... Ой, прости, пожалуйста. Ну, сейчас там не помню. Сейчас, мы сначала обнимем тебя, Викочка. Сейчас. Да это можно делать, что-то. Уже прошло два часа. Почему ты решила, что, как бы, вот всё должно быть так, как вот по правилам написано? Не должно. А мне не нравится. Я, наоборот, вот с вами в каком-то внутреннем мире, я против всей системы вообще. Я, как этот чувак, который в бойцовском клубе, я не знаю, Талия Дортон, там, да, то есть, как бы, он отрицал всю эту хрень. И, не знаю. Я с тобой согласен. У меня все друзья ходят, там, знаешь, такие одеты, там, в костюмы, в пиджаки, такие все, бля, серьёзные хуи. А мне нравится ходить как-то с пиздями. Я, наоборот, мохнатая, я же, когда в шкуре горелый, да. Я, наоборот, лохматая куртка, с кроссовки. То есть, я, ну, такой чувак. Я могу одеть костюмы, ты ещё охренеешь. Ты сразу с любой зайдёшь, и начнёшь, там, глядя на меня, гладить себя, там, за соски. У тебя фотография в WhatsApp. Да? Спалился, да? Вот, поэтому, какая разница, как бы, знакомилась. Ну, лишь бы я человек хороший был. Ну, я часто знакомюсь, но я даже, это, как бы, не фиксирую телефон себе. Позавчера что-то случилось, что я решил, вот, всё-таки записать что-то странное. Уж не знаю, что я от тебя нашёл. Почему, подожди, зачем ты спрашиваешь телефон? Нет, подожди, я, наверное, второй раз ты вернулся, когда. Я, короче, как, я к тебе, тихо, нет. Я к тебе подошёл. Я, мы хотели снять ролик с тобой. У меня не было цели даже какой-то, ну, я бы взял тебе телефон. Ну, понятно, просто, да. Но я не думал, что я тебе буду звонить, что мне захочется. Ты спалила? Вот. Что-то мне было неприятно. Мы ушли, поугарали, там, типа, ну, блин, спалила, спалила, короче. Я думал, блин, а чё, девушка прикольная, типа, думаю, а почему не попробовать? Хотя, честно, у меня была уверенность на 90%, потому что, ну, после этого ты телефон не дашь. Ну, логично, да? Тут, блядь, какой-то чувак снимает на камеру, как-то там, ну, то есть, ну, я не знаю, у меня реально была уверенность. Не, потому что ты мне понравилась, а, блин, я опять за сищет этого, случайно. За тигру. За глаз. Ты мне понравилась, да? То есть, я подумал, ну, блин, ну, раз, если она не окажется тупой курицей, которая вот скажет, они меня снимали, ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба, то она даст мне телефон. И дала телефон, я подумал, блин, надо позвонить. Прикинь, какая-то фигня. Ну, я люблю тебя необычная. А ты сидела, наверное, вчера и ждала целый день, когда же Вова тебе позвонить, да? Я не, я думала, что вчера бы звонить. А когда ты думаешь так? А ты вообще знал, что я позвоню тебе? Да. Почему? Опять расслабься. Ну, просто расслабься и разговаривай. Я не могу одновременно разговаривать, думать. Ну, тогда не думай. А это так приятно, когда делать? Конечно. Я тебе говорю, у меня массаж в любой части тела. Ну, давай, рассказывай тебе. Да, теперь я сейчас, конечно, тебе рассказываю что-нибудь интересное. Ну, вообще классно же. Да, классно. Вот так вот еще прикольно, да? У тебя глазки закрываются. Даже не дергаться. Ну, блин, они пахнут силими, но это же... Я в машине, знаешь, курю много. Я еще в машине не курю. Ты на Зиле приехала, что ты лишь синего цвета? Раньше Зилы такие были, синий кабин. Вот, то есть я тебе объяснил. Теперь давай ты мне рассказывай. Что ты там подумала? Подружка, наверное, из зависти пыталась мне обо мне. Я же тебе сказал, когда уходил, что она будет меня сливать, она будет меня всирать. Это не подружка. А кто чаще изменяет, мужчина или женщина? Изменяют. Одинаково, наверное. Ты изменялся мужика? Да, хорошо. Да, хорошо. До 20 лет. Да, в 20. Зашила себе пирожок грубыми нитками и перестала изменить. Замуж. А, а детки-то есть? Нет. Не успели? Ну, рано было. Я еще первое образование не закончила. Ну, в принципе, это нормально, потому что мне постоянно попадают с детками, с детьми. Я не знаю, у меня карма какая-то. Ну, я могу это объяснить, только сейчас не буду. Это долго, реально. Я понимаю, почему так происходит. Ну, ты притягиваешь в чем-то. Потому что у меня папа, до нас был ребенок, как бы, да, и он ту семью оставил. Это есть такая штука, программа рода. Ну, вот, там, если ты, там, знаешь, такой расстановки по Хеллингеру, то есть, ну, неважно. Вот, короче, то есть, я, как бы, закрываю его долги, короче, перед чем-то. Ну, то есть, это реально работает, ну, в случаях было бы хера. И, то есть, поэтому я притягиваю таких женщин. Как бы, я, значит, должен взять женщину с ребенком. Но, если она будет без ребенка, то, что будет, наверное, лучше. Поэтому это хорошо. У меня это будет, если у мужчины. У меня есть дети. Это хорошо, что ты без ребенка. То есть, хорошо. Ну, как хорошо. Мы с тобой еще сделаем его в воскресенье. Почему я так говорю? Почему я говорю, что в воскресенье мы с ней будем делать ребенка? Таким образом, я, как бы, заранее готовлю почву. То есть, я девушку подготавливаю к тому, что у нас будет секс. Я это делаю на словах, причем, как бы, через какие-то шутки. Не просто, вот, там, прямым текстом, да, что приедешь ко мне, и мы будем с тобой трахаться. Так ни в коем случае делать не надо. Мягко, через шутки, через какие-то намеки, через вот такой вот степ, ты ее готовишь к тому, что, вот, буквально там, в следующее свидание у вас будет секс. И это нормально, и это работает, ребят. Не, в воскресенье не будем, в воскресенье просто будем протираться, а там посмотрим. Да ладно, да я еще, ну не приедешь, не приедешь, что-то я вот заморачивался, что-то. Ну, идешь? Иди сюда. Что, не будешь? Конечно, нет. Почему? Да, я обнимаюсь. Нет, подожди, а то что ты считаешь, что я обьюсь об стену, если ты, это, не приедешь? Ты будешь страдать целую неделю. Слышать, как привыкли. Это, или, я в команде черного, или как там, что за запах? Это смесь, наверное. Подфига. Смотри, но... Я не буду убиваться, честно. Зуб даю! Не, ну, какой прикол, я как-то, мне будет неприятно, да, ну, я, допустим, себе в последнее время как-то вот, ну, себя научил тому, что если, ну, как бы, что-то не срослось с девушкой, значит, просто не мое. То есть, вселенная сказала, чувак, вот не твое это, да, ну, если ты вот начинаешь так думать, тебе реально проще переживать, то есть, ну, не убиваться об стену. У меня фамилия не на букву С. На букву Ш. На шее у меня тоже. Вторая буква какая? Нет. И? А, у меня, а, все, не срос. Короче, можешь не приходить. Не, смотри, ну, я, естественно, тебе рано или поздно, ну, то есть, я сейчас просто технически не могу, я и сегодня с тобой, кстати, не, я не красавец. Я сегодня бы тебя утащил там, да, но, ну, не знаю, по себе домой там, вземте, гораздо тихо. Ты серьезно думаешь, что я бы поехала домой? Конечно, да. Как бы хорошо, у тебя был подвешенный язык. Да? Ну, конечно, ты же не такая. Ну, хорошо, я бы в машине на тебя напал, смотри, несусь. А просто сегодня реально некогда, то есть, и сделаем так, то есть, ну, в следующий раз, допустим, созвонимся, захочется, не знаю, пойдем в кино, там, не знаю, захочется чай будем пить, захочется пойдем гулять, не захочется посмотреть друг на друга, там, иди в жопу, там, не хочешь там вообще-то. Захочется пойдем ко мне, я сделаю тебе, не, мы возьмем красную вина, там, вот, и ты красная пьешь, я надеюсь? Какой ты пьешь? Ну, не люблю вина. Блин, а что ты пискальшь, что ты пьешь? Ну, это пиздец. Возьми маленькую бутылочку, ты будешь, я выпью столько, ты столько, потому что я искаль, как бы, это, вот, и потом я буду Викочке делать кучу всяких приятных штук, то есть, ей будет очень хорошо. Если Викочке скажет, я не поеду, я не такая, ради бога, нет, бля, отвлек меня, чувак, я не настаиваю, это, знаешь, может быть, мне самому не захочется, там, допустим, тебя, там, все тащить, может мне захочется с тобой просто, там, ходить по филармонам. Мне кажется, это, в принципе, как-то, ну, не воспитано неприлично, домой приглашать, там, на вторую встречу. А на какой пас воспитано, допустим, давай так? Не знаю, это, ну, да не знаю, всякая, там, статистика, считать встречу, тоже, конечно, глупо. Блядь. Аля, Аля. Давай, это... Нет, давай чуть позже тогда, ладно? Да, давай. Давай. Т.е. все должно быть естественно. Я понимаю все, но... Т.е. все должно быть спонтанно, как-то на одной волне, там, ну, как-то... Ну, так и будет, видишь. Ну, как-то... Я сейчас просто тебе говорю, это, чтобы ты, как бы, ты, это, ну, не знаю, просто поржать над тобой. Ну, сейчас, секунду. Ты, как бы, останови тогда пока это самое, а потом это... Ну, да, там, я, да, подождете меня там, я скоро, давай. Тихо. А? Ну, смотришь, вот, как-то девушка кует, мне пахнет там, ну, изо рта эта фигня. Да, я рот понюхаю, я не буду ничего делать, я просто понюхаю. Нет, стой. Просто приоткрою и просто дыши. Не только так тихо. Братец. Ну, хватит у меня свой опыт. Нет, смотри, тихо, 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 тихо. Не так, как вот у врача, а просто вот... Бывает такое, что, как бы, ну, изо рта меньше пахнет сигаретами, чем от волос. Сейчас мы проверим. Волос пахнет сигаретами, потому что замкнутое пространство, и волосы, это как мех они спитывают. Как мех, а мех вместо волос. Ну, ошибка у них это волосы, только кишачьи там. Они очень долго держат запахи. А вот здесь вообще никак? То есть, ты настолько мисс фригидность 2015, что... А что, не начать раздеваться? Нет, подожди, сейчас. Это важно. Сейчас, включиться на 5 секунд нужно. Сейчас. Тебя осмотрим. Сейчас. Блин, а вокруг будет лечиться вообще офигеть. Сейчас еще с этой стороны, для 7 метров просто. Блин, вообще пока горячее вообще, офигеть. Мне прям нравится. Я даже забыл про всякие там твои курения там, не знаю, что там еще. А еще прикольно, знаешь, что вот не хиловаться, а просто вот так вот лицом вводить, лицом об лицо. Ага. Ну ты расслабься сейчас. Да я не буду тебя словать. Просто попробуй вот ощутить, как это классно. Можешь даже глазки закрыть. Ну попробуй, Виточка, правда. Я попробовала. Тихо, нет, ты не распробовала. Дай еще фрес. Распробовала. Офигенный, да? Угу. Или нет? Или ты сейчас сидишь и думаешь, так, пятеревки это, ага, доллар получился, ага. Так, евро, ага. Не, сейчас ни о чем не думаю. Вот это классно. Иногда так хочется мозги отключать дальше. Угу. Да я не целую тебя. А что делать? Ну я же в счете. Выправлю. Ч-ч-ч-ч. Да не буду я словать. Ты уже ничего не учишь. А когда ты отображаешь до 17-го? А в 19-го? У тебя в 18-го? Я говорю от 19-го. Нет, я не буду тебя словать. Офигенно. Я вообще кладаю крот закрытки. У меня прикасаться. Ч-ч-ч-ч. Нет, я не буду тебя словать. Я все время так делаю, просто насторожаю винтовку, возьми в руку еще Да я давлю, я знаю, но сейчас просто ситуация такая, что надо это, надо торопиться 21.02 Девушка говорит, что я давлю на нее, да, и что не надо торопиться Когда ты будешь сидеть на свидании, твоя задача все время калибровать реакцию девушки То есть смотреть, как она себя чувствует, что она говорит, слушать, как она себя ведет То есть в данном случае хорошая обратная связь, девушка говорит, я на нее давлю Да, то есть по-хорошему, когда ты будешь проводить свидание, нужно выделять для этого не час-полтора, а часа два-два с половиной Чтобы вас никто ни в чем не ограничил, это первое Важно, чтобы время было достаточно Потому что здесь я как бы больше работал на камеру По сути, когда я делаю это для себя, я никуда не тороплюсь Вот, и если даже звонишь девушке, приглашаешь встретиться, она говорит, у меня всего час будет То лучше перенести, сказать, нет, давай мы с тобой увидимся тогда, когда у тебя будет больше времени Потому что час это мало То есть ни в коем случае не давим, если она говорит, давлю, то делаешь шаг назад Какое-то время общаешься, потом постепенно опять начинаешь делать шаги вперед Ну и плюс, естественно, что место не самое лучшее Почему мы выбрали такое место, еще раз, да, потому что здесь было удобно снимать По-хорошему для свидания такое место не подойдет Потому что нужно выбирать какое-то такое очень интимное, с полумраком, с негромкой музыкой С места, где вот ты где-то будешь сидеть в уголке, на диванчике там Может быть даже какой-то вип-кабинке Где не будет лишних свидетелей, лишних глаз, да, тут мы, считай, сидим посередине зала То есть, когда ты выберешь вот такое место, ты себе гораздо больше сможешь позволить И девушка тебе разрешит с собой делать гораздо больше, чем ты даже думаешь, чем ты от нее ожидаешь То есть, в данном случае можно будет ее там чуть ли уже не, ну, там, заняться с ней петчингом, говоря таким приемлемым языком Поэтому, еще раз, не торопишься никуда, выделяешь как можно больше времени И второе, выбираешь совершенно иное место, не то, что я показал здесь Что здесь, 18 или 19, это важно? Сегодня, у меня 19, я же, в понедельник 19, я первый, а год? 84 А есть ручка Что это? Ручка есть? Это влияет на то, будем слабаться или нет? Да, конечно Сейчас, две секунды, я чернобую ручку Офигеть, такие глаза Не, 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 тихо, да я не буду сидеть Ты уже боюсь Много спрашиваешь Значит, все, что меня разводят Конечно, разводят То есть, почки сейчас у тебя вырежем Не, нам не нравится, нормально Тебе нравится, нормально? Ничего, две секунды Я не буду язык запихивать так Да, есть какая-нибудь, типа, галочка, там, поцеловаться на день свидания? Бля, мне 31 год, у меня было женщин реально, ну, очень много А я не смелась Смотри, сейчас мы делаем так Ты даже не понимаешь, что ты давишь на женщин? Да, я знаю Сейчас, две секунды Я подавлю еще немножко на самое интересное место Нет Да, все Ну, нет, это правильная интрига Нет, да не будем нацеливать Если ты думаешь, что я сейчас вопьюсь тебе в десны, да, там И это самое Потом не оторвусь просто Это разница Нет, это будет просто невинный поцелуй Все остальное самое интересное Тихо, сейчас мужчина скажет Когда до моря к тебе приедем, да? Да, будет потом Примерно в воскресенье Может быть, в авторник Не, в авторник нет Либо в воскресенье, либо в среду Ок Дай мне ручку Сейчас Тебе правую выдавлю Иду Сила Мы не поцелуемся на сегодня Почему? Не знаю Все пиздец, блядь, я иду, короче, в ЗАГС подавать на разу Я люблю, когда он не давит Я не давлю на тебя Я люблю, но не люблю У меня еще не отпустило, я чувствую тревожности, поэтому Наверное, это будет очень важно Я сидел с кути, а рот прикладен Все макам рот У меня, смотри, классные губы Это губы, а не рот Как морской котик на привале, знаешь, такой Я пытаюсь держаться Да, видишь, я, ну, я же, видишь, не эту Ручку, да? Не засовывайте язык там Да, пока не хочется А, дай мне сумку, у меня там ручка есть Нет Вообще, я тоже не понимаю Что, что я подчинялся? Что, что я подчинялся? Ну, то есть, что я подчинялся А, самоподчинялся Все подчинялся, машины даются работать На самом деле, на этом свидании, как я уже говорил Можно было бы сделать еще гораздо больше Можно было буквально трахнуть девушку пальцем И сделать еще какие-то прикольные штуки Но, как я уже говорил, место нужно выбирать другое И нужно быть неограниченным во времени Нужно делать все более мягко и плавно Не давить на девушку А чем кончилось это свидание? То есть, это было у нас первое свидание На втором свидании у нас с этой девушкой был секс Как все произошло? Договорились, созвонились То есть, посидели в кафе Но официально я должен был забрать ее на массаж к себе домой Естественно, лучше, конечно, сразу на это не давить То есть, она уже знает, что этим закончится Она приходит Она приходит в кафе Мы сидим с ней там что-то кушаем Выпиваем Потом садимся ко мне в машину И едем ко мне домой Под предлогом, что сейчас мы просто попьем вина И сделаем ей классный массаж Потом я посажу ее на такси И она поедет домой Соответственно, мы приехали ко мне Выпили две бутылки шампанского И вечер закончился так, как он должен был закончиться Очень классно, очень приятно Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова